В Санкт-Петербурге стартовал 19-й международный экономический форум. Он проходит под девизом «Время действовать совместными усилиями к стабильности и росту». В северную столицу приехали более 7,5 тысяч делегатов из разных стран мира. Среди них вице-премьер госсоветка Нарджан Гаули и представители крупных китайских компаний. Санкт-Петербургский форум входит в число ведущих мировых площадок для общения представителей деловых кругов. Главная тема встреч – проблемы мировой экономики и привлечения зарубежных инвестиций. Участники дискуссии согласились, что монетарная власть России смогли предотвратить развитие событий по худшему кризисному сценарию. Инфляция начала замедляться и Центробанк в четвертый раз с начала года понизил ставку рефинансирования. Эксперты считают, что страна должна воспользоваться этой возможностью и найти новые точки роста в условиях западных санкций. Когда возникает кризис, это также определенное время возможностей. Поэтому мы очевидно видим, что начинают развиваться те отрасли, которые раньше никто не думал, что можно развивать внутри России. Получаются новые приоритеты. Мы смотрим, что гораздо больше внимания правительству уделяет развитию сельскому хозяйству, импортнозамещениям, каким-то продуктам. Опять же мы пытаемся найти новых старых партнеров, отсюда фокус на восток, что немаловажно для нас. И мне кажется, что к этому надо подходить с одной стороны, что, конечно, любые ограничения – это плохо. Но с другой стороны, надо продолжать работать, надо искать новые возможности. Спасибо.